Всем привет! Сегодня мы будем делать пирожки с картошкой, но вместо привычного теста мы будем использовать ювку. Для начала нам нужно начистить картошки. Начищенную картошку нарезаем помельче, для того, чтобы она быстрее сварилась. Нарезанный картофель убираем в кастрюльку. Заливаем содержимое нашей кастрюли водой и ставим на газ. Теперь нам осталось подождать, когда закипит вода. Вода в кастрюле с картошкой закипела, нам нужно ее посолить. Солим по вкусу. И варим картофель до готовности. Пока картошка варится, мы можем приступить к нарезке лука. Количество нарезаемого лука зависит от ваших вкусовых предпочтений. На данную порцию картофеля мы будем нарезать 2 луковицы. Лук нарезаем помельче. Нарезав лук, добавляем в сковородку немного масла. И пересыпаем лук с доски в сковородку. И продолжаем нарезать лук. Далее ставим сковородку с луком на сильный газ и жарим по вкусу до прозрачности или золотистой корочки. Лучок у нас обжарился до вот такого вот золотистого оттенка, так как такой лук нам больше нравится. Выключаем лук. Картошка пока еще варится. Ей осталось вариться примерно 5 минут. Прошло примерно 5 минут и картошка готова. Выключаем газ и сливаем воду. Слив воду, снимаем крышку с кастрюльки и ждем несколько минут для того, чтобы картошка немного остыла. Прошло примерно 3 минуты, картошка немного остыла. Высыпаем в кастрюлю с картошкой обжаренный лук. Бросаем туда же кусочек масла и начинаем мять картошку. Немного поразмяв картошку, выливаем туда 200 грамм молока и еще немного разминаем. Ну а теперь пора разбивать яйца. Разбив яйца, продолжаем мять картофель до пушистого состояния. Картошечка у нас получилась вот такая вот мягкая, пушистая, с небольшими вкраплениями золотистого лука и прекрасным вкусом. Но это еще не все. Нам нужно двигаться дальше. А дальше нам нужно поделить ювки на 4 части. Выглядят ювки в упаковке вот так. С разделкой заморачиваться сильно не будем. Поэтому просто рвем наше тесто пополам и потом каждую половинку еще раз пополам. После того, как мы разобрались с тестом, возвращаемся с ним к нашей картошке. Разворачиваем ювку на столе и начинаем тонким слоем размазывать картошку по ювке. Далее такими вот легкими движениями заворачиваем наши пирожки. Все это делается быстро и не сложно. Завернув пирожок, откладываем его пока что в сторону. Для начала лепим, заворачиваем столько пирожков, сколько влезет в нашу сковородку. Потом, пока они жарятся по 3-4 минуты с каждой стороны, мы успеем сделать следующую партию. Прошло пару минут, а у нас уже готово 3 пирожка. И вот, первая партия пирожков для обжарки уже готова. Сковородка разогрелась, теперь выкладываем заготовленные пирожки на сухую сковороду. Забегая немного вперед, скажу, что часть пирожков мы обжарим на сухой сковороде, а другая часть будет обжарена в масле. Ну а пока наши пирожки обжариваются с каждой стороны по 3-4 минуты, мы приступаем к лепке следующей партии пирожков. Прошло около 3 минут и мы переворачиваем наши пирожки. С этой стороны мы будем обжаривать пирожки примерно столько же времени и все это мы делаем на сухой сковороде. Первая партия пирожков готова, пора снимать их со сковородки. Тут же укладываем на сковородку следующую партию пирожков. Хочется отметить, что пирожки жарятся очень быстро. А те пирожки, что мы уже обжарили, смазываем сливочным маслом. Теперь приступаем к лепке следующих заготовок. Партию из 12 пирожков мы пожарили на сухой сковороде. Теперь такую же партию пирожков мы пожарим на сковороде с добавлением подсолнечного масла. Готовить пирожки можно, используя один из двух способов, или же, как мы, жаря и те, и другие. Спустя 3 минуты переворачиваем пирожки. Пирожки получаются менее румяными, но на вкус они все равно также остаются очень вкусными. Первая партия пирожков, обжаренных в масле, готова. Убираем их в тарелку, так как они еще немного в масле. И закладываем следующую партию. Такой вид пирожков с картошкой является одним из самых простых и легких среди рецептов. Жарим 3 минуты с каждой стороны. Одна сторона готова, переворачиваем и обжариваем с этой стороны. Еще одна партия пирожков на масле готова, снимаем ее со сковороды. И вы посмотрите, как все удачно получается. Кастрюля под картошку на 3,5 литра. И для приготовления 24 пирожков мы израсходовали всю картошку, что была сварена в этой кастрюльке. Приступаем к обжариванию крайней партии. Вот такая куча пирожков из ювки у нас получилась. Все пирожки получились со средним наполнением начинки. Они немного разные по вкусу, так что каждый найдет тот вкус, который больше ему нравится. А если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. До новых встреч!